Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампори, из Финляндии. Большое спасибо народ всем, кто написал мне комплименты под нашим отдыхом из Турции. Вот так мы с Кеюшкой прокатились до Сиды. Ну и, конечно, вернувшись, я хочу записать видео все плюсы и минусы нашей поездки. И я всегда беру каталоги, просто даже из-за того, что если кто-то спрашивает и говорит, Оль, посоветуй какую-нибудь гостиницу, вот где нравится тебе, я всегда отдаю каталог и говорю, вот, пожалуйста, здесь 4 этих отеля, то есть выбирай на любой вкус. Кто-то хочет ближе к морю, кто-то хочет сюда, кто-то хочет туда. И в этом году взяла тоже новый каталог. И большой плюс, что все, что написано в этом каталоге, все правда. То есть вот даже входя уже в этот отель, ты понимаешь, что вот как написано, так все и есть. Много раз в гостинице сфотканы так, и ты смотришь на картинки и думаешь, о, ну вот сюда-то точно мне очень хотелось бы поехать отдыхать. И покупаешь путевки, приезжая, ты понимаешь, вот с этого ракурса сделана фотка, вот с этого ракурса сделана фотка, а на самом деле не так-то все и шикарно. И много минусов ты понимаешь только после того, как вот прошел день, два или три. То есть здесь вот если написано так, так оно и есть. Ну и многие написали, Оля у нас, прошу прощения, у нас из Москвы этот, этот отель преподносится как 5 звезд. Народ, да, он в России всегда был как 5 звезд. Я помню еще в 19-м году, когда мы отдыхали первый раз в этой гостинице, отдыхала супружеская пара из Подмосковья. И они говорили, что стоит вот столько-то, да, стоило дороже, чем из Финляндии. И им предложили эту гостиницу как 5 звезд. И, конечно, много раз я слышу, если вот, например, в Финляндии мы покупаем это 4 звезды премиум, ну и в каких-то странах это 5 звезд. То есть, ну а отличие, мне кажется, очень маленькое от 4 и 5. Вот 3 и 4, это уже может быть пропасть. Я, наверное, расскажу в следующем видео. Многим будет интересно, какое отличие 3 или 4 звезды. Ну и у меня нет вот такого списка, я, конечно, немножко написала, про что хочу рассказать, но нет вот такого, что минусы, негативы, вот какой ужас, верните нам деньги, money back, что и так далее, и так далее. Нет, такого нету, но все равно какие-то вот минусы есть. Ну и первый плюс, за всю неделю нет, не видели никакого пьяного, шатающего, рыгающего человека. Вот, казалось бы, наливают с утра до вечера. Вот утром уже этот музон, good morning, good morning, и все уже идут к бару первую, как говорится, кто-то пьет пиво, кто-то пьет что покрепче. То есть, и все равно время уже может быть пол 12 и 12, и все равно нет никаких вот таких шатающихся пьяных людей, которых нужно просто выносить. И я своему, я со своим смеюсь, я говорю, ну, я пью целый день, но я на своих ногах иду еще до номера. Ну и слава богу, что ты у меня трезвенник, если мои ноги не пойдут, то ты меня, как говорится, будешь хоть подталкивать. Он говорит, нет, ты уж, пожалуйста, не допивайся до такого состояния, чтобы тебя подталкивать. Ну, это мы, конечно, прикалываемся. Да, когда вот такое кажется, что наливают с утра до вечера, многие думают, ну, если проблема с алкоголем, в такой гостинице делать нечего. И хороший пример была супружеская пара вот с таким большим детинушкой. Детинушка был на 2 головы выше папы и мамы, и он купался в бассейне с папой, плескался вот так в воде, радовался жизни. Я думаю, ну, надо же, как человек радуется. Ну, и когда он вышел из бассейна, его мама вытерла полотенцем, одела футболку, кепочку посадила под зонтик. Я поняла, что у него детский браслет на руке, вот такой детинушка был, да, с ограничениями, конечно, здорово. Если вот такой человек подойдет к бару, конечно, один он никуда не уйдет, подойдет к бару, ему на всякий случай не нальют чего покрепче. То есть, видите, детские браслеты есть и у взрослых. И точно так же, несколько лет назад мы отдыхали, я видела у мужчины вот такой детский браслет. Да, он бывший вот такой, который завязал с алкоголем навсегда. И поэтому, чтобы, не дай бог, ему не плеснули, вот такой детский браслет был на руке. Ну, я не знаю, правильно это ли, нет. Браслет, хоть мой муж и не пьет, но все равно у него был нормальный браслет. И если мы шли вот на какое-то мероприятие, у нас было приглашение на ВИП, вот такой праздник. Три раза посетив эту гостиницу, мы получили карточку. И вот такой праздник был устроен для нас. Там было где-то, ну, может быть, 20-30 человек, я не считала. И, конечно, да, всегда говоришь, алкоголь, эфрей, никакая не проблема, тут же эти коктейли безалкогольные. Многие мусульмане не пьют алкоголь, точно так же эти официанты в ресепшоне, которые работают и так далее. Ну, и смех и грех. Всегда есть вот такие люди, которые пишут мне, что как смешно, я говорю, ресепшон. Ну, я иногда обижаюсь, иногда нет, но я всегда отвечаю, что, пожалуйста, открывайте канал и вещайте из какой-нибудь гостиницы и рассказывайте, как рассказываете вы. Ну, и самое смешное, в этой гостинице не было финнов. То есть были наши друзья русские, ну, они живут в Финляндии столько же, сколько живу я. И были мы, то есть вот за всю неделю, они были две недели, и они в этой гостинице восьмой раз, мы не видели ни одного Фина. То есть финнов в этой гостинице нет. Ну, это наверняка из-за того, что эта гостиница находится два часа на автобусе от аэропорта Кача-Пача. Я не знаю, почему везут в этот аэропорт, аэропорт маленький. Ну, в принципе, в этом аэропорту все есть, точно так же таможня, точно так же такс-фри, все то же самое. Но везут вот из этого аэропорта. И везут, их везли вообще вдвоем на таком, знаете, ВИП, как бы такси, автобус. Нас везли вчетвером, одна супружеская пара везли вилла, 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 какая-то вилла, не помню. Ну, если вспомню, скажу в конце видео, им эта гостиница не понравилась. Ну, вот в следующий раз, куда они поедут, я не знаю. Не понравилось только из-за того, что нету рядом моря. На море нужно ехать на автобусе. Ну, и в нашу гостиницу вот мы вышли вдвоем. И когда я разговаривала с девочками, которые работают в ресепшоне, всегда есть человек, который говорит по-русски, говорит, да, финны не едут, потому что далеко, 2 часа на автобусе люди не хотят, они хотят, вот вышел, аэропорт полчаса, и ты уже на лежаке, то есть вот такая система. Но опять же, лежак лежаком, если хорошая гостиница, можно и дольше путешествовать. Я помню, мы когда первый раз прилетели в Таиланд, тоже 4 часа на автобусе до Паттайя, ну и ничего страшного, сидишь в автобусе, смотришь из окна, кто-то попивает пивко, то есть воздух, отдых уже начинается, как говорится, вот когда ты уже сел в этот автобус. Ну, и следующее, конечно, не знаю, плюс это или минус, что нету финнов, но мы не увидели ни разу в нашей гостинице опаса или гида по, вот из нашего, как говорится, финского маткотомиста, который мы заказали. И я говорю своему, вообще, конечно, люди получают незаработанную зарплату. Вот мы их видели, когда мы прилетели, они стояли со списочком, они провели нас к нашему автобусу, то есть всех финнов увезли на больших автобусах, и нас вот на этом малюсеньком, куда помещается 8 человек, вот нас было вчетвером. И когда мы приехали тоже на этом же автобусике обратно, ну, может, какой-то другой автобус, потому что сидели по-другому, вот она нас встретила, что, пожалуйста, вот мистер и миссис Кемпенен, куда нам, с какой стороны пройти, то есть просто никого. И я говорю, что просто бесплатно, без работы, без поток они получают эту зарплату. Конечно, хотелось бы хоть бы один раз они позвонили, и, например, спросили, что как мы поживаем, все ли у нас хорошо. Я знаю, что люди могут записать какую-то записочку и принести, под дверь сунуть. Ну, даже не поинтересовались, что как у нас дела, то есть вообще пофигу, отдыхаете вы и отдыхаете. Если что случится, вы сами, как бы, взвякнете. То есть отношение вот такое. Я своему сказала по приезду, ты будешь заполнять эту анкету, анкету понравилось, не понравилось, пожалуйста, этих гидов поставь на место. Да, хотя бы один раз за 7 дней они бы могли позвонить, если даже нас нету в номере, поинтересоваться, что как мы отдыхаем, все ли у нас хорошо, как говорится, живы мы и здоровы. Ну, и, конечно, самое ужасное, вот большой минус начинается с того, что в Турции котики. Вот эти котики, да, конечно, они живут при гостинице, я все прекрасно понимаю, жаркие страны, продукты, крысы, что там еще люди мне писали. Да, ну вот этих котиков кормят гостиницы, у них есть рядом с гостиницей домик, где они живут, но все равно они ходят по территории. И большие плакаты, рука перечеркнута, котиков не гладить, и рука перечеркнута, котиков не кормить. Но люди тупые, на картинку посмотреть они не умеют, и вот этих котиков они кормят с тарелок, с которых потом едят люди. То есть они набирают колбасу, так далее, так далее, несут этим котикам. Вот эти тарелки стоят, летают мухи. Коты эту колбасу не ест, потому что она перченая. И потом официанты ходят, ругаются, потому что эти тарелки могут стоять по всей территории. Я считаю, что это большой минус. Если вот в такую гостиницу вы едете, конечно, если нарисовано, пожалуйста, не трогайте, пожалуйста, не кормите, пожалуйста, не гладьте, не приучайте их, этих котов, к ресторану. Я считаю, что котам делать в ресторане нечего. Вот есть у них этот загончик, где они живут, и, как говорится, котики должны быть там. Ну и, может быть, сейчас кто-то человек, который обожает котиков, скажет, что ли, какая вы мерзавка, вы котиков не любите. Нет, я котикам равнодушна, но я считаю, пусть котики вот живут, как говорится, где они живут. Ну и следующее, конечно, большой минус, что люди не умеют есть со шведского стола. Вот я не знаю, может быть, действительно, это я такая. Я помню, когда лет так 30 с лишним назад не было у нас шведских столов, и попав в первый раз, но ты видишь, как люди берут, как стоят фужеры, как стоят тарелки, что можно, что нельзя. Вот они берут эту грязную тарелку, и с этой грязной тарелкой они ходят по ресторану, и смотрят, чего бы еще на эту грязную тарелку кинуть. И ладно, если еще кинут, как говорится, вот так, но многие берут и еще стучат этой ложкой, поварешкой по своей грязной тарелке. Мне всегда так дурно, думаю, господи, не дай бог, какой-то, да, с губы, или еще чего похлеще подцепишь, вот от этого, который стучит этой ложкой по тарелке. Ну, всегда чистая тарелка, и я вижу, что официанты, вот ты только положил вилку с ножом на полпятого, что ты прекратил есть, они уже эту тарелку смахивают, и, как говорится, что иди за новые, эти новые тарелки стоят, никакого ограничения нет. Я знаю, что многие ходят в какую-то пиццерию, и там вот эта система, ты взял одну тарелку, и ты с этой тарелкой, как говорится, и ешь. Ну, тут не пиццерия, тут ресторан 4 звезды, пожалуйста, и будут тебя наливать, и насыпать, и накладывать, нет проблем. Но вот это незнание, я всегда говорю, что если ты сам не знаешь, что никогда не был, ты приехал первый раз, смотри, как делают люди, ты посмотрел, как делают люди, и вот будьте, как говорится, любезны. Всегда есть человек рядом, который ест, и ты видишь, как он ест, если еще действительно вот такое, что все, как говорится, чики-пуки. Ну, и мне был задан вопрос, Оля, а что, к морю вы вообще не, как говорится, спускаетесь? Нет, народ, гостиница стоит вот как бы наверху, и к морю такая как бы тропинка из деревянных ступенек. Да, пожалуйста, если у тебя бодрый шаг, хорошие ноги, ты молодой, здоровый, даже есть люди и в возрасте очень хорошие, как бы с хорошими ногами. Да, но если ты человек вот такой, вниз я еще спущусь, но наверх мне нужна перила, где бы мне держаться, я боюсь, поэтому вот такой автобусик для нас это самое то, и точно так же люди с ограниченными возможностями могут приехать на этот пляж, я показываю, там есть вот эта система, я считаю, что это большой плюс. Я помню первый раз, когда мы заказывали путевку в Испанию, там были прямо ограничения, то есть вот по этой лестнице нужно спускаться было к морю, и было написано в этой гостинице, что то есть если вы с больными ногами, в этой гостинице вам делать нечего. Сейчас, да, конечно, все приспособлено, вас отвезут и на автобусики, есть всякие приспособления, и в прошлый раз мы отдыхали в гостинице, там был лифт, вот специально спускали людей, вот такой лифт в бассейн на таком кресле, и потом этот лифт поднимал их обратно, вот как говорится, на берег с этого бассейна, то есть теперь все есть, но видите, как говорится, когда вы заказываете гостиницу, конечно, нужно спрашивать, что, чего, когда и сколько, ну, и в этот раз публика была разношерстная, в прошлом видео, в прошлом году, когда я говорю, как поляки себя вели, многие тогда на меня прямо какую-то агрессию, начали писать, что меня засудят, что я против поляков так выступала, ну, народ, я честно говорю, конечно, может быть, и из других стран люди, которые в жизни арбуз не ели, вилкой и ножом, они не знают, что есть вот такие десертные маленькие вилочки, маленький ножичек, чем можно поесть дыню, чем можно разрезать яблоко и так далее, поэтому едят, как едят дома, ну, действительно, сидело вот таких 4 человека, квадратный стол, у них посередине стояла миска, они ели арбуз, и косточки плевали, вот, как говорится, эта миска стояла посередине, ну, честно говорю, картина такая, да, если ты сидишь дома у себя на кухне, с друзьями, да, плюй, куда ты хочешь, ну, ты сидишь в ресторане, рядом другие люди, и еще эта косточка может лететь мимо этой тарелки, если ты плюнул не в ту сторону, конечно, это не передать, не передать, я еще думала, господи, снять бы вот это, выложить в ютуб, опозорить этих людей на весь мир, пусть бы посмотрели, как вообще со стороны это смотрится, но с другой стороны, может быть, действительно, кто-то узнает себя и скажет, Оля, это я так плювал, вы что, теперь буду знать, что вот так плювать нельзя, ну, это я, конечно, шучу, но все понимают, ужас ужасный, нет, в этот раз таких, таких экземпляров не было, которые плювали вот этими косточками, но то, что люди не умеют есть, я говорю об этом 250 раз, и, конечно, проблема в том, что официанты много раз говорят только на немецком языке, да, турки много раз работают в Германии, не забывайте, в Германии 5 миллионов турков, которые периодически приезжают на сезон поработать в Турции, потом возвращаются в Германию, у них там родственники, поэтому все говорят шикарно на немецком языке, по-немецки я не понимаю ровно как ничего, но мой муж понимает, ну и иногда есть русскоговорящие официанты, например, очень хороший молодой человек из Казахстана нас обслуживал, да, вот они тоже приезжают в Турции на заработки, ну и по-английски, если Red Vine бы скажет, и точно вам красного вина принесут, никакая не проблема, то есть всегда есть какие-то вот такие моменты, я считаю, что язык, ну хоть какой-то туристический английский должен быть, а не так, что ты стоишь и какими-то пальцами пытаешься, что-то объяснить, ну и конечно большой минус, вот эти магазины, то есть мимо ты идешь на завтрак, на обед, на ужин мимо этих магазинов, эти продавцы пытаются тебя заманить, купи футболку, купи очки, купи какое-то кольцо и так далее, то есть конечно заманивают, ну и ходят по пляжу и у бассейна массажисты, то есть они вам готовы помассажировать спину, руки и так далее, вот чтобы вы заказали массаж, потом предлагают фото, фото у моря, фото у пальмы и так далее, ну к нам уже никто не приставал, потому что я поехала, я уже была загорелая, и они смотрели на меня, скажут, ой, ну этот отдыхает две недели, мы уже наверное к ней приставали, поэтому в этот раз проходили мимо, но на гимнастику заманивают всех, вот как банный лист к заднице пристав, что мадам, 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 я уже и так повернусь, и так повернусь, и сяк повернусь, только чтобы по мне с этим, с гимнастикой в бассейне не приставали, и я вижу, когда в 11 часов начинается эта гимнастика в бассейне, я ухожу в бар, беру, сижу там, пока вот они поднимают ноги и руки в этой воде, да, конечно, многие хотят вот такой активный отдых, но я за то, что должно быть вайхтоэхто, я люблю пассивный отдых, если мне нравится, я могу пойти, да, и поднимать руки в воде и ноги, ничего, никакая не проблема, но я не хочу, я хочу отдыхать, лениться, и вот, как говорится, дайте мне, дайте мне в покое, оставьте меня в покое, ну, и был задан вопрос, Оля, вы не рассказали, что входит в эту цену, что вы заплатили с Кею, вот, 2145 евро, ну, входит все, то есть, нас, мой младший сын, довез до Хельсинки, в Анто-Аэропорт, тоже был задан вопрос, почему вы не поехали на электричке, народ, я не живу рядом с вокзалом, до вокзала нужно было доехать на такси, это тоже стоит 40 евро, то есть, вы же понимаете, если бы я жила вот в Хаменька, то вышла и сразу вокзал, да, я бы с чемоданом дошла, но я, к сожалению, не живу так близко, поэтому, ну, и на автобусе, какой автобус с таким чемоданом, вы же понимаете, поэтому поехали вот так, и перелет, еду мы заказали отдельно, и еду мы заказали в одну сторону только, потому что обратно мы летели ночью, ну, ночью какой алкоголь, я в обратную дорогу алкоголь не пью, если бы мне пришлось везти машину, потому что мой сын спал на заднем сиденье, он утром 8 часов шел на работу, если бы Кейю не смог везти, пришлось везти мне, так что я в день возврата алкоголя не принимаю, я уже, как говорится, наученный в этом плане человек, и входит, мы заплатили еще 50 евро, нас привезли с гостиницы в аэропорт, и из аэропорта в гостиницу, то есть туда и сюда, ну, и вот действительно, никогда ты не знаешь, попав в гостиницу, что входит, здесь входил номер, и мини-бар, и все напитки, я почему говорю, когда заказываете гостиницу, читайте, что включено, моя подруга отдыхала, да, конечно, гостиница была 3 звезды, ну, они думали, что будет все включено, но по приезду, Аблон Петрович встретил у двери, оказывается, пляж очень маленький, и на этот пляж привозят людей, вот, с трех этих гостиниц, то есть, нету определенного, что вот у тебя, например, синий браслет, и ты лежишь вот в этом месте, нет, вот с трех этих гостиниц, один пляж, то есть, места всем не хватало, и так как с трех гостиниц был вот эта система, то там нужно было доплатить еще какие-то деньги, чтобы тебе сделали еще один браслет, то есть, ты со своим браслетом питаешься и ходишь по своей гостинице, и вот с этим вторым браслетом ты можешь прийти в бар, попить кофе, пиво и так далее, поесть, что вот на пляжу, как говорится, подают, и я была в таком ужасе, думаю, ну это ж надо, ты уже заплатил, ты едешь, ты думаешь, что вот все включено, ты будешь, как говорится, шик, блеск, красота, фон барон, а тут получается вот так, еще какие-то деньги нужно доплатить, и да, конечно, всегда нужно читать, а лучше всего еще поспрашивать, что кто был, где был, чего видел, и так далее, конечно, да, может быть, такая гостиница, что приедешь обратно, и будешь плюваться и говорить, господи помилуй, в жизнь я не поеду, и сейчас всем расскажу, чтобы не дай бог, кто-то, кто-то, кто-то не поехал, ну и про шведский стол, конечно, я всегда смеюсь, в том плане, что люди много раз едут, и говорят, ой, мы не покупаем, вот такое все включено, что мы боимся лопнуть, мы боимся отъесться, ну, я считаю, если ты целый год, как говорится, держишь себя в кулаке, и вот у тебя такое правильное питание, и ты едешь на неделю, экслужив, что все включено, гуляй, рванина, как говорится, с утра до вечера, можно есть и пить, ну, я думаю, что одну неделю праздник живота можно устроить, и если действительно даже какой-то килограмм, два или три ты набрал, никакая не проблема, ты приехал домой, попастился одну неделю, эти килограммы сходят очень быстро, потому что много раз это жидкость, да, конечно, если ты выпиваешь два литра воды в день, но я не считаю сейчас, многие скажут, Уль, зачем выпивать два литра воды, когда можно два литра пива выпивать, пожалуйста, выпивайте хоть четыре литра пива, никакая не проблема, и я знаю, смотрю, люди сидят, они в жизни не пойдут, ни в бассейн, ни к морю, вот утро начинается, они выползают к этому бару, и только меняют дислокацию этого бара, сначала сидят там, где тянет, потом солнце как бы помещается, они переходят к следующему бару, и потом уже перемещаются обратно к другому бару, что действительно, вот как, чтобы вместе с солнышком они перемещаются по кругу, но почему нет, пока ты стоишь на своих ногах, тебе наливают никакая не проблема, ну и конечно, отдых с детьми тоже, я считаю, что это никакая, никакой не минус, дети всегда были, дети всегда будут, и дети всегда, как говорится, присутствуют, мы никогда с Кеей не были вот в такой гостинице, плюс 18, где нет детей вообще, но я считаю, что детей нужно воспитывать дома, детей нужно воспитывать перед поездкой, когда вы едете, а не воспитывать после того, как ребенок прыгнул с края бассейна, окатив всех и вся, конечно, воспитывать нужно дома, ну и опять же, я своих детей воспитала, мне этим заниматься не надо, и если я вижу, кто-то вот так пытается ребенка воспитывать у бассейна, у края бассейна, что-то делать, конечно, я всегда так, знаете, смотрю, это же дети не мои, это дети ваши, и хорошо хоть и у бассейна вы их начинаете воспитывать, вообще я считаю, что все должно происходить дома, перед тем, как вы выезжаете в отпуск, что мы едем, мы едем вот в такую гостиницу, там будут чужие люди, и они не должны страдать от нас, если мы вот так будем себя вести, то есть давайте соблюдать какую-то дистанцию, правила и так далее, и так далее, дети схватывают все на, как говорится, раз, два, три, но если вы им показываете своим примером, как вы себя ведете, точно так же себя ведут и дети, ну и, конечно, как люди одеты, вот это тоже такой, такой, скажем, как бы, ну да, многие наряжаются, многие хотят как-то красиво одеться, может быть, даже какая-то бижутерия и так далее, а многим просто наплевать, вот они заплатили за путевку, они работают тяжело, им хочется праздника, им хочется отдыха, им не хочется наряжаться и думать, что вот красиво я сегодня, или некрасив, то есть вот у них есть чистые шорты и футболка, вот так они приходят на ужин, и слава, как говорится, Богу, но я всегда за то, что есть какие-то стандарты, и если перед рестораном, вот это перечеркнуто, пожалуйста, в мокрых купальниках, без одежды, в ресторан, пожалуйста, не заходите, всегда есть люди, которые эти картинки не понимают, прибегают в мокрых купальниках, с салфеткой нахватать, нахватать каких-то фруктов, и убежать опять на пляж, ну подождите, сейчас кончится обед, эти же фрукты будут выставлены, в баре, в баре вы придете, в мокром купальнике, и возьмете, вот пожалуйста, там можно сидеть, в этом баре, в мокром купальнике, никакая не проблема, то есть, да, вот это всегда такая, знаете, как финны говорят, ристерита, но опять же, если человек хоть один раз поймет, что так делать не надо, в следующий раз он, да, возьмет совсем другое, другой гардероб с собой, и не будет стыдно, и не будет на него никто смотреть, и скажет, господи, помилуй, а эти откуда приехали, из бункера, из какого-то, что так выглядит, ну и с другой стороны, нам-то все равно, главное, чтобы мы соблюдали, чтобы нам не было стыдно, ни за нас, ни за Финляндию, ни то, что я говорю по-русски, и так далее, то есть, никакая не проблема, мы отдыхали с нашими друзьями, говорили по-русски, никто на нас пальцев не показывал, и очень много было в этот раз людей из Германии, они переселенцы из Казахстана, с одной женщиной я разговаривала, очень приятные люди, и нет вот такого по-русски, теперь нигде не говорить нельзя, никакая не проблема, и точно так же в аптеку я ходила, мужчина прекрасно говорит по-русски, все купила, что хотела купить, народ, еще одно видео запишу, расскажу про свою попутчицу, которая сидела рядом со мной в самолете, вот такая бабулька, божий одуванчик, но бабулька оказалась очень продвинутая, если вы такое видео хотите, пожалуйста, напишите комментарий, я с удовольствием запишу, и выложу вот про свою попутчицу, подписывайтесь, не хворайтесь, вам была Оля из Тампыри, из Финляндии, всем физкульт-привет, пожалуйста, подпишитесь на Яндекс.Дзен, если вы еще не подписались, и смотрите, не хворайте, Пока, пока. Пока.